Военно-патриотический марафон, посвященный боевому пути 4-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения, не случайно организован именно региональным управлением федерального казначейства. 4-я дивизия была непростой. Среди ее бойцов было много сотрудников Наркомфина, Народного комиссариата финансов Советского Союза. Представители бесконечно далекой от военного дела профессии, бухгалтеры закрыли свои грузбухи, отложили в сторону баланса и взяли в руки оружие. Формирование боевого подразделения проходило в июле 1941 года. Именно к этой дате и решили приурочить марафон. Первый этап он начался в Москве, проходил и на Поклонной горе. А дальше этот марафон пройдет в Смоленской, Тульской, к нам в Подмосковье. Он вернется в середине августа в Нарофоминский район. Затем он пойдет дальше по местам боевой славы прохождения 4-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения. Вместе с сотрудниками казначейства участие в представители налоговых органов, Федеральной службы государственной регистрации, кадастры и картографии, общественных организаций «Динамо-28» и «33». Молодое поколение помнит, чтит, мы помним, гордимся и хотим отдать дань памяти героям войны, тружникам тыла. Действительно мы помним, чтим и гордимся. И данный забег для нас имеет очень важное значение в памяти о погибших и оставшихся в живых. Эти люди были герои, которые были не подготовлены к боевым действиям, но приняли на себя этот удар. И все то, что было ими сделано, это очень заслуживает большого доверия, почета. И ради таких людей мы собираемся и проводим данные мероприятия. Участники забега стартовали от здания отдела номер 23 регионального управления Федерального казначейства и по улицам Молодежная и Неделина направились к Вечному огню. Здесь они возложили цветы в память о подвиге своих коллег, защитивших родину в суровую годину Великой Отечественной войны. Военно-патриотический марафон будет состоять из семи этапов, включающих передачу знамени 4-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения. Завершить его планируют 7 апреля 2020 года. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.